Жители дома номер 32, дробь 56 по проспекту Ленинского комсомола, увидев строительную технику, решили, что под их окнами вырубают деревья и делают парковку. Откуда пошли такие предположения, не ясно. В конце прошлой недели люди даже вышли на место реконструкции с пикетом против вырубки зелёных насаждений. В связи со сложившейся ситуацией в этот же день состоялась встреча жителей с местной администрацией. С целью пояснить, здесь создаётся сквер и лишь несколько деревьев, при этом планировалось вырубить. Но после конструктивной беседы и их решили оставить. Тем более, что глава района Олег Хромов, объезжая объекты, подлежащие благоустройству, рекомендовал проектировщикам советоваться с жителями. То, что будет сквер, это замечательно. Мы, как жители, которые здесь часто гуляют, ходят, пользуются этим парком раньше, мы очень переживали за деревья, которые здесь росли, и мы боялись, что их потревожит и так далее. Но поскольку мы выступили с такой инициативой, и все жители выступили с такой инициативой, что деревья сохраните, администрация пошла навстречу, мы остались очень довольны. Идея создания сквера в честь 50-летия города Видное, можно сказать, лежала на поверхности. В преддверии 45-летнего юбилея на школьной улице уже был разбит сквер. Поэтому и в этом году решили сделать ещё один подарок жителям. Было несколько вариантов. Мы хотели и на улице школьное сделать, и мы рассматривали, в общем-то, и территорию новой застройки, 6-й микрорайон, Жуковский проезд. Но потом вместе с архитектурой города, района, мы остановились вот именно на этом месте, участвовая, что здесь перекрёсток нескольких дорог, всегда проезжают и троллейбусы, и автобусы. Принято было решение сквер разбить именно в этой части. Проектировщик нового сквера местная компания «Экадор» готовит для жителей нечто необычное. Здесь будут созданы композиции из цветов, установлено несколько десятков декоративных фонарей, множество лавочек, урны. А администрация поселения готовит людям сюрприз – кованые фигуры, которые непременно станут популярны у любителей фотографироваться. Я уверен, что место понравится жителям, оно станет одним из самых любимых. Тем более, что этот сквер будет связывать и старую часть города, и новую часть города. И я надеюсь, что это надолго жителям запомнится. Работа планируется завершить к 1 сентября, а уже в октябре здесь будет высажено несколько деревьев и кустарников, что сделает сквер ещё уютнее и привлекательнее для горожан. Юлия Погасен, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видно ТВ.